Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коминбай. Вот это результат работы. Теперь возвращаемся на месяц назад. Дымоход, который делался через разводитель. Котел, закрыта камера сгорания, оттуда берет воздух, сюда выходят газы. Котел запустили, приехали газовщики, приняли, все красиво, все надежно, ну конечно по-другому не может быть, но через пару дней мне позвонил заказчик, сказал, вот отсюда течет конденсат и стекает вниз. Мы сейчас будем решать, как-то экспериментировать, смотреть. Заглушка закрыта, попросил у заказчика, чтобы вставил какой-нибудь блин и сделал герметично, для того, чтобы посмотреть в чем проблема и откуда ноги растут, посмотреть откуда появляется конденсат. И сейчас я открою заглушку, будем смотреть, контролировать весь процесс. Котел не отключается, котел сейчас включен, ну конечно это неприятно, и у меня из моей практики такая ситуация первый раз, чтобы он спать от этой заглушки вниз потек конденсат. У меня есть предположение, но сейчас мы будем все-таки решать. Вверх труба прямая идет. Сейчас открываем все-таки заглушку и смотрим, делаем какие-то выводы. Что-то дайте, потому что я там... На силикон даже. На силикон. На силикон. Да, меня радует то, что это нигде не брак в трубе, потому что если была бы бракована труба или где-нибудь герметичный шов, то вот отсюда по внутреннему, по наружному кожуху, вернее, там где утеплитель собрался бы конденсат. Его здесь нет, это уже хорошо. Идем дальше. Вот это вот заглушечка, я ее сейчас уберу. Силиконовая. Ярослав, можешь чем-нибудь подцепить ее? Не хочется. Сейчас я вам покажу ситуацию по этому объекту. И видите, вот ровненько до заглушки конденсат появился. Дальше заглушки он не пошел. Ладно, придумаю что-нибудь. Вот котел включился. Да. Котел мощный. И скажу так, еще знаете, что здесь происходит? Вот сейчас вот бьет. Котел, когда включился, он бьет сюда и газы просто закручивают. И вот вот это вот видите, конденсат как потеть сразу начала труба. То есть где-то, когда подсос идет, вот эта заглушка, она, понятно, не герметичная получается. Подсос воздуха идет и сразу вот начал запотевать. Здесь вопрос задается сделать герметичную заглушку, и все проблемы решатся. Да. Ничего страшного нет. Ну, единственное, что неудобно, да, и тратим свое время и не на заказчика. Ну, ладно, все решим. Смотрите, что мы сделали. Вот эту заглушку мы убрали. Она не рабочая. Не рабочая. Не рабочая, потому что она не герметичная. Мы поставили сюда заглушку. Во-первых, мы здесь добавили два сегмента. Мы поменяли заглушку саму и поменяли заглушку с отверстием. То есть мы этот сегмент достали, и теперь смотрим. Вот эта вот заглушка, которая у нас получается отверстие. Видите? Отверстие, то есть в виде натеплителя. Так оставлять можно, можете оставить никаких проблем, но мы решили закрыть. И вот заглушка. Теперь покажу вам секретную заглушку, которая решит ваши проблемы. И если вы делаете систему через два тройника, один тройник на подключение, второй тройник для прочистки, то делайте именно вот таким вот образом. Обязательно ставьте. Вот сейчас здесь вот стоит вода. Вот я вам еще показательно покажу. Смотрите. Видите? Вода. Вот эта вот резинка газоплотная, она не дает просто ей выходить. И она остается внутри. Вполне возможно, что она будет высыхать. Вполне возможно, но не факт. По-моему, вам стоит ставьте вот такую вот газоплотную резинку, чтобы у вас не было вопросов. Вот эти вот заглушки, да, их часто продают, но они не проходят. Почему это вообще происходит? Сейчас вам объясню. Вот здесь вот турбина, она выдувает очень сильно. И вот здесь вот происходит такое завихрение. И вот это вот завихрение, благодаря которому образовывается конденсат. Высота дымохода здесь в районе там 3 либо 3,5 метра. То есть, его не хватает. Возможно, если бы я перешел на диаметр там 115 на 200 на утепленную, либо на 120, может быть, этого не было. Потому что тяга создалась бы и она была бы больше площади. Сюда бы газы не попадали. Может быть, надо было бы сместиться немножко вниз. Очень-очень много вопросов, как это можно было решить. Ну, слава Богу, что мы решили все вот этой заглушкой. Это меня очень радует, потому что даже в этом исполнении можно было бы просто тройник убрать, поставить 25 сантиметров и спуститься вниз. Либо между ними 25 сантиметров еще вставить для того, чтобы газы сюда, вот воздух, который выходил, газы, которые выходили, они не доходили вот до этого сегмента, до этого тройника. То есть, решения все равно были. Ну, поэтому ставите торгированные котлы, вернее, системы дымоудаления, если у вас идет и вы ставите через тройнику, через такую ревизионную, то ставьте тогда вот такую вот заглушку. Не просто заглушку, которая вот на наружный диаметр, да. И еще, если вы даже поставите без силиконовой манжеты, вы этот вопрос не решите. У вас все равно пойдут газы, потому что вот здесь вот, если мы будем смотреть, газы, они удаляются в дальнюю стенку и вот сюда вот они уже не проходят. То есть, сюда уже газа нет, здесь уже сухо. А все силиконовой манжеты, все довольно мокро и сыро. На заглушке еще хочу обратить внимание, то что она проварена роликовой сваркой, то есть, не точечная сварка. Это тоже очень важный момент. Помимо этого, я еще сюда проложу герметик красного цвета, силиконовый, выдерживает температуру в районе там 250-280 градусов. Такой температуры, конечно, нету, но он очень хорошо себя зарекомендовал именно на газовых котлах. Все, мы закончили на этом объекте. Монтируйте дымоходы правильно. С вами был Дмитрий Михайлов. Подписывайтесь на мой канал. Все фотографии вы также можете посмотреть на моем канале в инстаграме. До новых встреч. Пока.